долгожданный наш эфир по разбору элементов всем привет всех рады видеть присоединяйтесь я надеюсь что вы уже готовы для того чтобы участвовать в моем эфире мы не просто так болтаем сегодня мы разбираем элементы поэтому кто хочет поучаствовать пишите в комментариях хочу разбор а кто хочет потренироваться так скажем с нами но не в прямом эфире вы смотрите что происходит и работайте вместе с нами ну а кто пришел просто послушайте поучиться чуть-чуть тот может задавать вопросы свои в комментариях писать какие-нибудь самые такие наболевшие темы что вас больше всего интересует я постараюсь помимо разборов еще дать вам какие-нибудь ответы интересные на ваши вопросики вы прекрасно знаете что у нас точнее я выкладывала пост по разбору кубка россии кстати как вам такой формат постаралась там свои мысли изложить кто-то высказал свои мысли но у нас гимнастика такой очень субъективный вид спорта с одной стороны у нас правила прописаны от и до с другой стороны когда начинаешь судить по факту то не всегда видишь или успеваешь сориентироваться и какие-то нюансы всплывают по ходу поэтому будем с вами продолжать эту рубрику будем разбирать все элементы все упражнения как оценивается что засчитывается глазами судей потому что мы тренеры всегда хотим поставить плюсик своей гимнастке сказать что она самая лучшая и закрываем глаза даже где-то если что-то не доделала но глазами суде когда мы смотрим на гимнастку тогда понимаем что не считается и конечно когда ты это понимаешь что дать и тебе как гимнастке работать легче и тренеру тоже конечно легче тренировать когда нужно делать и все чтоб суде это все засчитали но у нас есть уже желающий на разбор а и кстати писала я под этим постом чего это все начала говорить под этим посту я написала приглашение вас на разбор элементов которые как раз сегодня и проходит и самые внимательные самые активные самые желающие написали там под постом своих плюсики отметили подружу гимнасток я выбрала трех человек трех гимнасток которые сегодня попадут обязательно на этот разбор но если останется время то конечно же для всех остальных желающих мы тоже с вами поработаем и сделаем дополнительные разборы когда мы будем разбирать элементы я отключу все комментарии но после разбора вы смело можете задавать вопросы в комментарии чтобы мы что-то пообсуждали договорились чем минутку подождем чтобы как можно больше народу к нам пришло и вот девчонки подключились уже те кого я выбрала мы начнем именно с них если на панше кольцо гимнастка не достала до головы ногой элемент не считается важно касание ну давай знакомиться меня зовут мир слава мне 11 лет я из штата вашингтон из штата вашингтон да круто сколько у вас там времени сейчас сейчас 9 часов утра утра да можешь себе представить что у нас в ташкенте сейчас 9 часов вечера и мы сможем с тобой заниматься с такой разницей замечательно какой элемент ты хочешь разобрать я хочу разобрать хорошо очень интересный сложный элемент показывай поставь камеру так чтобы я тебя видела полный рост потому что это очень важно отлично ты размятая готовая да супер ну давай мы тебя все с нетерпением ждем отлично молодец ты можешь взяться рукой за ногу это не обязательно в этом повороте но как только ты возьмешься за щиколотку то у тебя еще может добавиться чуть-чуть вращение смотри ты уходишь рукой и ногой одновременно попробуй сейчас вывести руку сначала и во время маха смотри у тебя идет уже наклон то есть сейчас во время маха ты делаешь замах и потом наклон и чуть-чуть опаздываешь а тебе нужно начать чуть раньше замах а когда поднимаешь ногу сразу же уйти в наклон запомнила давай да 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 но теперь делаем а вперед не в сторону поворота а точно вперед в шпагат встань сначала в позу равновесия равновесие заднее давай рука и равновесие заднее вот а что ты испугалась ты классно все скрутила а теперь повтори и возьмись рукой за ногу я хочу я хочу чтобы рука пошла чуть раньше рука чуть раньше рука нога вот но здесь очень важно и опять смотри прямо ногу машины прямо как только ты захочешь закрутиться на махе у тебя сразу будет скручивание бедер и поворот не получится вот как сейчас она даже не дошла до шпагата твоя задача встать в форму как в любой поворот сделай мне как ты делаешь заднее равновесие без поворота равновесие голова выше голова выше ага лопаткой прижмись к ноге лопаткой к ноге верхнюю ногу на себя сильней руку убираешь с пола убираешь руку тянись наверх и на себя на себя ножку ну ничего младец но ты сделай с переворотом вперед правильно ты же не выходёшь на поворот с переворотом вперед ты выходёшь в перевороту из положения стоя хорошо хорошо подними руки наверх ну сейчас смотри нога пошла наверх а ты пошла руками назад одновременно Ты застряла, я тебя не очень увидела Повтори, пожалуйста Вот смотри, вот этот круг руками Он тебе мешает Потому что ты уже начинаешь ногу поднимать Как только начинает нога идти Вверх, руки сразу назад Вот А теперь твоя задача взяться за стопу Потому что когда ты стояла после переворота Ты стояла за счет того, что ты держалась за стопу Прогибалась, высоко держала голову Прижималась лопатками к ноге И ты стояла А сейчас ты не прижимаешься и нога падает сразу Тебя надо прижаться к ноге точно так же Руки наверх И сразу руки назад сейчас пойдут К пятке Берись Молодец И смотри У тебя сейчас нога прошла прямо А опустилась через сторону Почему? Вот то же самое в повороте Ты ногу туда же сначала тащишь А ты вот куда подняла? Задержалась Сейчас хорошо, кстати, стояла И так же опустилась По той же траектории Поняла? Давай Вот пока ты делаешь плие Ты уже ушла в наклон Нога опоздала Быстрее ногу Вытаскивай из-под себя Ага А сделай мне без плие Потому что когда ты делаешь плие Ты немножко теряешь центр тяжести тела Вот А теперь быстрее ногу Быстрее ногу И зафиксируй ее там Вот на повороте Быстрая фиксация Держись Руками За ногу Держись Хорошо Ты чувствуешь, что нога не доходит до шпагал Почему? Потому что ты Во-первых, сильно вперед шагаешь Шагни прямо под себя И когда ты ногой мажешь У тебя задача не вверх Не вперед А на себя Как будто переворот назад хочешь сделать Молодец Правильно Ничего, ничего Давай Ниже руки К пятке Отлично Умничка Умничка Шикарно Вот то же самое тебе надо сделать В повороте Тебя закрутят Знаешь что? Вот это как раз движение руки А все остальное Маг Фиксация равновесия И представление сделает точно так же, как сейчас Твоя задача Подкрутить всего на половину оборота На половину Этот поворот Пол оборота уже пол балла стоит Поэтому не надо стремиться скрутить Один, два, три Сделай чисто половиночку Еще раз Рука И вот то же самое равновесие, которое ты мне сейчас показала И стой Да Так Молодец Стань ко мне лицом И захвати за ногу Руками А когда встаешь, ко мне лицом оказываешь Не, не, не Ты давай делай поворот Только закончи ко мне лицом А не боком Рука Нога Лицом Молодец Хорошо Смотри У тебя в повороте голова прямо Руки не касаются пятки Когда ты мне показывала равновесие С переворота вперед Сама, которую ты делала Без моих поправок Ты сама взялась за ногу Наклонилась головой к попу И держала это равновесие долго Вот чтобы поворот долго крутить Тебе также надо взяться И убрать голову в попу Поняла? И прижаться Вот держись за опорную ногу Как будто ты держишься за ручку в автобусе Чтобы не упасть Прям держись за нее Рука Нет, сначала рука А потом Нога Смотри Так же резко Быстро назад Как ты до этого делала Макроновец Как будто переворот назад Хочешь сделать На себя ножку Нет, нет, нет Сейчас нога у тебя пошла Сразу в сторону Мы договорились Ногу точно перед собой поднимаешь Точно прям Наклоняй рука Наклон Прижимайся к ноге Вот смотри Та рука Запоминай Которая делает Вот это движение В начале Вот эта же рука Должна взяться за ногу Сделай поворот кольцо Ну Смотри Вот та рука Которая делает замах Да Вот ты делаешь замах И ты берешь ногу За счет чего ты крутишь? За счет лопатки Которую ты прижимаешь к ноге Правильно? Вот то же самое в заднем Ты этой рукой делаешь замах Берешься за ногу Прижимаешься к лопатке К ноге И за счет этого Ты крутишь Ну мы договорились Сначала рука А потом с наклоном Вот как ты до этого делал Марш Назад С наклоном Назад У тебя идет нога И ты тащишь руки назад Лучше Лучше Я хочу чтобы ты поняла Вот встань еще раз В заднее с переворота Пускай И руки Вот как ты делаешь сама Руки чуть дальше от ноги Голова чуть вперед Руки чуть дальше от ноги Голова вперед Не-не-не Как ты делаешь в повороте Вот так и голову еще вперед И стой Видишь Ты сразу начала сходить С вертикали У тебя сразу нога отсюда Начала чуть-чуть опускаться А теперь наоборот Возьмись За ногу А теперь сделай наоборот Еще раз с переворотой Давай сделай С переворотой Возьмись за ногу Прижмись головой Как можно выше И ближе Лопатками Сложись с ногой Рукой держись за щиколотку Ниже рука И стой Ногу на себя Убирай руку с пол Ногу тащи Как на переворот назад Вот Видишь И ты долго стоишь Ты стоишь уже в хорошей Амплитуде Вот так же и в повороте Тебе нужно Смотри Чтобы поймать равновесие В повороте Тебе нужно Вот такое ощущение Поймать Как будто ты тянешься назад Как на переворот Хочешь уйти Головой назад Рукой назад Спиной назад Тянешься к ноге Копорной Берешь ее Прижимаешься к плечу Зачем это делаем? Чтобы нога Которая в шпагате Чтобы она тоже шла туда же Чтобы она не падала вперед А если она будет идти назад То ты будешь долго крутить И долго держать эту форму Ищи точку у себя на пятке Вот глаза На пятку на свою Не вперед Не в потолок А на пятку Запомнила? Рука С наклоном Одновременно качалкой Мама Да Лучше Лучше Молодец Молодец Давай еще Прям сложись И держись за ногу За опорную Рука Сложись Ну сейчас ты ее просто Обнимаешь ножку Вот так Обняла Погладила А ты держись за нее Держись И прижимайся лопаточкой И смотри на пятку Тянись наверх Наверх Аккуратненько Аккуратненько Тебе самое главное Еще знаешь что тут Встать на сильное Опорное колено Если ты присела То ты можешь упасть Как сейчас Травмировать себе Стопу Колено И бедро Поэтому очень важно Почувствовать прямую ногу Плие И сразу Раз Затянула колено Давай Обязательно лопатку прижать Надо вести руку И прижать лопатку Это обязательно На счет раз Рука Лучше Лучше Смотри Ты отлично Сейчас сделала Вход Все правильно Но оставила лопатку Далеко от ноги Вот так прям Прижмись Вот той рукой Которой ты держишься За ногу Прижмись К опорной ноге Тебя вот это Вот это ощущение Тяна счет Крутить Вращать Давай Резко Мах Раз Мах Не Мах Мах Был опять в сторону Мах Точно вперед Сначала рука Чуть раньше Потом нога Вперед Моя дорогая Не надо в сторону Махать Точно на себя Вот Вот Уже похоже Ну смотри Иди сюда Уже это гораздо Лучше крутишь Тебе Для того чтобы скрутить Вот эту технику понять И Долго Стоять в равновесиях То есть Делать равновесие С маха Как мы только что делали С маха Держав ногу Держав Как бы Держа ногу С переворота Держа Чтобы ты привыкла Что вот это ощущение Когда нога стоит За счет того Что ты тянешься назад Ты тянешься назад Складываешься с ногой Ногу ты держишь Мышцами И за счет Центра тяжести То есть Переносишь вес назад Нога вставит шпагат Запомнила? Ты очень красивая У тебя очень Длинные Худые ноги Ты очень Гибкая И Ты классно сегодня Поработала Спасибо большое Ты поняла Ты поняла Как делать Этот элемент Да Умничка Все Рада Что мы с тобой Поработали Молодец До свидания До свидания Вот Мирослава Умница Умница Вы Пожалуйста Сейчас Напишите В комментариях Как вам Разбор Понравился Не понравился Был ли полезен Кто Работал Вместе С нами Сейчас Я тут А вы тут Так Кто работал Вместе С нами Кто Был Делал Сейчас Поворот Задняя У кого Получилось Быстренько Напишите В комментариях А я Пока Расскажу Вам Очень Важную Очень Важную Информацию Полезную Интересную О том Что У нас Новости Кто Уже Участвовал На моих Марафонах Кто Ждет С нетерпением Следующий Марафон У нас Стартует Он уже В конце Даже Он у нас Набор Стартовал И скоро Уже Стартует Сам Марафон По Растяжке Это Эффективная Растяжка Дома Чтобы Вы Шикарно Справлялись С элементами Вот как Мирослава Я сказала Взяться За ногу Она Что Взялась За ногу А если Не было Гибкости Она Взялась Взялась Я Сказала Держи Ногу Шпагат Она Если бы у нее была плохая растяжка То она бы просто не доходила до шпагата Не потому что она не хочет или не старается А потому что просто недостаточно растяжки Согласна Поэтому растяжка в гимнастике очень важна Особенно тем Кто хочет выполнять Сложные Интересные Элементы Знаете Там На пассер На весе Все могут сделать Арабеск Все могут сделать Аттитюд Тоже не сложно сделать С ногой вперед на 90 Тоже не сложно Но если ты хочешь научиться поворот в заднее Как Мирослава То здесь Сначала надо растянуться Разогнуться А потом уже выполнять этот элемент Согласны? Вот И поэтому Благодаря марафону Ты сможешь улучшить свои показатели В растяжке Начнешь выполнять новые элементы Которые может быть раньше Ты даже боялась пробовать Или сомневалась Или просто не чувствовала себе силы уверенности А здесь Во время марафона Уже ты почувствуешь Что у тебя Лучше Летят ноги Легче Сильнее наклоняется спина Гнется легче И те элементы Которые раньше казались сложными Покажутся тебе Доступными В освоении В обучении Потому что Вы будете заниматься По моей методике И всего лишь за 5 дней За 5 дней Вы уже почувствуете Ваш результат Интересно вам? Вам интересно? Мне очень Я в предвкушении марафона Мы Марафоны начали проводить Когда случились у нас карантины Непредвиденное Плоязательство Отложение Соревнований Поэтому Было страшно Не знала Как они вообще Пойдут Эти марафоны Но Судя по вашим отзывам Судя по вашим результатам Марафоны Просто Зашли на ура Поэтому Не сомневайтесь Этот марафон Будет Не менее Интересным Классным И замечательным Таким же Суперическим Как и все Предыдущие И даже еще лучше Потому что Мы Каждый день С моей группой Работаем Над этим Чтобы все Улучшалось Привет Здравствуйте Я Желаю Ирина Я Воскресенье Я из города Калининград Очень приятно Ирина Какая ты у нас Красивая Такая ты Солнечная девочка Какой элемент Мы будем разбирать Мастерство С мячиком Замечательно Давай Показывай Ты размялась Уже Да Смотри Смотри Моя хорошая Тебе Чтобы мячик Покатился Назад Правильно Тебе нужно Чтобы он назад Покатился Тебе нужно Его отпустить Чуть раньше Ты сделала переворот В заднее И у тебя мяч Уже С этой стороны Куда он У тебя упал А тебе надо Убрать ногу Отмечать Чуть раньше Чтобы он Раньше Покатился Запомнила Давай Так Так Ничего Вот это Отбив Отбив Кстати Это тоже Мастерство Так что Если Отбив Это неплохо Ты все равно Бери мяч И это тоже Будет мастерство У тебя Скажи мне Ты хочешь Здесь остаться В наклоне И простоять Ранавесие еще Нет Хорошо Давай Мяч посередине Мяч должен быть Подожди Проверь Мяч напротив Пупка Он не с левой И не с правой стороны Он точно посередине Давай Браво Какая ты молодец Все правильно сделала Еще раз Давай Мяч посередине Да 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 Только смотри Если у тебя Немножечко Чуть-чуть Капельку Ты вот так Разворачиваешься На меня Как сейчас У тебя мячик Покатился В сторону А тебе надо Чтобы мяч Покатился Точно прямо Поэтому следи Чтобы два плеча И два бедра Были ровными Это раз Дальше На перевороте Мы очень сильно Тянем ноги Делай мне Вот просто Переворот Без мяча Покажи Как ты умеешь Ноги тянуть Смотри Ты немножко Раньше Сгибаешь ногу Ты вот Начинаешь Переворот Вот у тебя Нога Проходит Вертикальное Положение И ты ее Сгибаешь И вот такую Согнутую Ставишь Уже в мозг И такое Ощущение Складывается Что у тебя Недотянутые Ноги А ты Прямую Ногу Доведи До пола Прямую Прямо Почувствуй Как она Прямая И в самом Конце Согни Чтобы встать В мозг Запомнила Нет Еще Еще Прямо Почувствуй Как она Прямая Делай Медленнее Сделай Медленно Сделай Прямая Ножка Прямая 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 Вот Лучше Видишь Как ты на меня Встаешь Ты немножко Скручиваешь Плечи Ты должна Встать Вот так Двумя руками Наверх Можешь Вот возьми Сейчас Мязь в две руки Просто Вот между рук И вот так Поднимись Ровными плечами Чтобы у тебя Получился этот Перекат На мастерстве Перекат Стоит дороже Чем отбив Поэтому Его лучше делать С перекатом Это мастерство Да Вот смотри Если руки Расходятся Мячик Падает Между рук И на перекате Он тоже Может упасть Поэтому Мы тренируем Собранные руки Вместе Тяни ногу Сильно С пола Сильно Сильно В шпагат Прям почувствуй Как у тебя Две коленки Болят от напряжения В стойке на руках Давайте Натяни ноги Вот смотри Руками хорошо Отработала А ноги Все равно Не дотянутые Ножка Ножка согнутая Была Первая Вот первую Которую поднимаешь Ты можешь Почувствовать Как у тебя Вот сядь Сядь просто На пол Натяни ноги Так Натяни сильно Сильно Чтоб пятки Подлетели наверх Посмотри Пятки наверху Так Где больно? Коленем Покажи руками Вот Вот здесь больно Хорошо Отлично Вот ты можешь Сделать переворот И почувствовать Вот точно Такую же боль Во время переворота В коленях Потому что Ты их будешь Так же Сильно Тянуть Сильно Присильно Без мяча Сделай сначала Обрати внимание Только на колени Чтоб тебе больно было Когда ты делаешь переворот Боль на колено Вот Шикарно Шикарно Умница Какая ты Какая ты умница Какая ты умненькая девочка Все сразу поняла И сделала С первого раза А теперь Возьми мяч И то же самое Сделай Вот мяч В руках В руках Просто Подними сейчас Руки наверх И так же Почувствуй сейчас Колено Что оно у тебя болит Сильно Сильно Когда ты поднимаешь Ногу назад Давай Лучше 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 На самом деле Когда мы работаем Без предмета Мы еще можем Обратить внимание На наши прямые колени И стопы Когда мы работаем Уже с предметом Тут мы конечно Боимся его уронить Поэтому забываем Тянуть колени И стопы И уже Исправляем эту ошибку Гораздо сложнее Поэтому когда Ты Что-то делаешь С предметом Сначала Всегда нужно Проработать Это без предмета Причем Много-много раз Чтобы потом На автомате Не думая У тебя Все натягивалось Как положено Запомнила? Давай Последний раз Делаем с перекатом Твое мастерство И ты Тянешь ноги Мяч посередине Кладешь И сильные прямые руки Поднимаешь наверх Еще сильнее колено Сейчас Вот сейчас Начни переворот И почувствуй Как сзади Болит колено Болит Потому что Ты его Очень стараешься Натянуть Так Ага И смотри Очень важно Когда у тебя Нога Начинает Опускаться Глаза Должны быть На мяче Руки Прямые А глаза На мячике Запомнила? Давай Чуть-чуть Быстрее Поднимай руки Смотри Мяч Когда он Катится вниз Он Очень быстро Катится Потому что Идет Сила Притяжения Мяч Притягивается К полу Поэтому Если ты Чуть-чуть Опоздала Его ловить То он Будет падать Поэтому Как только Ногу поставила Руки Сразу Поднимай Навстречу Мячу Это раз И вот сейчас Выворотно Ногу Поставь Вперед Выворотно Вот Молодец Смотри На мяч Молодец Умничка Умничка Ты очень Старательная Очень Понимающая Девочка Я думаю Что у тебя Будет Очень хороший Прогресс В гимнастике Потому что Ты не просто Так делаешь Ты еще Пытаешься Все запомнить Все исправить И сделать Еще лучше С каждым Разом Ты молодец До свидания Пока Пока Так Ну что Кто работал Вместе с нами Поставьте плюсик У кого Это мастерство Получилось Кто это мастерство Умеет делать Причем Умеет делать Не только С отбивом Но и с перекатом Это Такое мастерство Которое Если ты Правильно Поставишь Мяч Посередине Правильно Сделаешь Переворот Технический В принципе Ну Не составит Большой Сложности Сделать Всего без ошибок Плюсик Плюсик Это все Надо тренировать Укреплять И Растягиваться Конечно же С перекатом Будет стоить 0.3 У нас Любое мастерство С перекатом Стоит 0.3 Мастерство С отбивами С Такой Мелкой С мелкой Какой-то Работой Стоит 0.2 Если это Передача Без помощи Рук Например Из ноги Вот мяч Зажат на ноге Ты его на переворот Перекладываешь Спину То есть Без помощи Рук Передача На каком-то Вращательном Элементе Это уже Будет 0.3 Тоже Перекат Передачи 0.3 Мелкая Работа Какая-нибудь Интересная Сложная Это 0.2 Ну И Вижу Вопросы Что же У нас Будет На Марафоне На нашем Марафоне По Растяжке Дома Самостоятельно У нас Будет 5 Видео Тренировок Вместе Со мной Они будут В записи И вы можете Работать В удобное Для вас Время Это очень Удобный Формат Сама Прохожу Много Марафонов И В удобное Для себя Время Занимаясь По Видео Урокам Это Это Достаточно Удобно Я Проведу Время 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 выполняют все задания это здорово и будет обратная связь на задание марафона от меня для участниц опять же тариф чемпионка у нас будет отдельный чат куда вы будете скидывать свои видео и я уже буду там давать каждый из вас лично обратную связь считаю этой круто ну и давайте еще сделаем разбор кто там хочет разбор очень полина хочет разбор очень прям хочет вижу 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 вижу-вижу-вижу выходим с моей с полиной привет меня зовут полина я из города эти подожди подожди ты хочешь какую бочку сделать обычную классическую обычную значит смотри сделай мне переход через мост с колена вот смотри смотри подожди вот поставь руку уже вот так то есть изначально кисть вот так заворачивать как на мост первая рука давай и раз и прямая нога выходит подожди здесь ко мне лицом должна стоять подожди не спеши когда ты становишься в мост ты должна вторую руку довести до стороны чтобы встать ко мне лицо не боком не по диагонали а вот ко мне лицом смотри на меня доведи ногу нога не дошла видишь руки дошли правильно нога не дошла возвращайся вот сюда ты должна прийти еще раз смотри для этого тебе нужно сделать прямо прямую ногу как ронт круг такой вокруг себя прямую ногу подальше сразу в мост давай шагай это лучше и дальше смотри очень важно когда ты начинаешь скручивание опять же переставляя руку сразу дальше прямая нога по большому кругу амплитудному разворачивает тебя то есть ты идешь в бочку смотри во первых тебе надо руки поставить правильно чтобы плечи были точно на меня и потом ногами вот вся нога прямая вышла и вторая прямая развернула тебя понимаешь нет не дошла нога не дошла стой 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 сделай шар вот ты приготовилась и прям шагай коленку вперед шагай ну по длине шаг делай вот сюда и давай правильно и кисть кисть не докрутила посмотри нет первую руку ставишь докручивай кисть вот так да и шагай кисть нога где нога где где нога не дошла прям шире вставай широкий шаг вот а теперь также широкий круг ногой да 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 ничего ничего прям широкий круг ты должна оттолкнуться этой ногой закрутить бедрышки а почему согнутая нога нога прямая вставай в мост давай давай в мост уже в мостике ага раз ко мне лицом ко мне лицом смотри на руки свои на руки смотри и разворачивайся молодец видишь как ты хорошо повернулась ты классно развернула бедра и ушла на колени как раз ко мне вот это то что нужно такая широкая бочка запомнила теперь встань в мостик в мостик встань смотри на руки на руки смотри и попробую так ноги поднять стойки на руках и опуститься в мост опять голову назад и раз еще раз и на сильные руки раз молодец достаточно вот тоже самое это должна сделать на бочке вот встать вот в это положение ноги соединять не надо ноги чуть врозь и вот этот рон длинный широкой ногой поняла стой 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 ты разворачиваешься ну как сделай колесо колесо на локтях колесо сделай колесо вот вот теперь сделай колесо и чуть ноги назад увиди ты колесо идешь ноги чуть назад как как троги да поняла вот то же самое идет на бочке а ты мне делаешь разворот как будто ты не колесо делаешь а ты делаешь как будто переворот назад вот эту ногу вторую ты поднимаешь прямо потолок а у тебя нога должна пройти параллельно полу в бочке поняла то есть не задирай ногу вверх давай ниже ноги не 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 она у тебя через наверх проходит а ты через сторону ее проведи ниже ноги не надо делать шпага там шпагата нету в конце ниже ноги ниже ноги вот правильно а теперь двигайся двигайся как через мост мы двигались только не через верх а как бы через сторону параллельно пола длинную ногу види ниже ножки вот а теперь сначала одну по очереди а потом уже вторую поставь не 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 ноги к полу ниже к полу на голову клади ноги на голову вот а руками двигай широко руками широко потому что ты сейчас на одном месте скрутил двигай 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 чуть-чуть выйди из камеры я тебя не вижу сильные ноги оттолкнулась и на голову положи ноги на голову прямо вот сюда на голову не поднимай высоко на руки смотри и когда ты делаешь бочку смотри себе на руки на кисти на пальцы нет ты делаешь переворот назад не надо ниже ножки аккуратно аккуратно стой начни чуть-чуть сюда чуть-чуть сюда так шагай дальше смотри ноги выпрямляй выпрямляй и смотри из этого положения вот ты встала в мост смотри ноги ты тянешь прямые к полу на голову начни рукой сначала вращение рукой руку переставляй а потом ноги уже рука рука ушла а потом ноги вот так поняла а то у тебя сначала нога летит а руки не работают а ты руку быстрее перестань рука ты видишь что ноги оставь ноги оставь на голове руку начни убирать и только потом веди ногу рука подожди встань сначала в это положение раз рука вот да 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 рука вот ну ноги то натяни ноги прямые одну ногу поставила вторая вдоль пола идет параллельно полу прямая нет нет не надо задирать ноги в потолок они у тебя идут вдоль пола ближе к полу вот правильно а теперь вытяни колени и все сделай то же самое колени оп нет не надо в потолок ноги задирать вот ну руку быстрее переставляй руку и плечи разворачивай рука нет ты переворот назад делаешь здесь нет переворота назад скрутить плечо ты скрутить плечо должна еще раз смотри сделай мне мост мост выход в мост раз смотри где ноги у тебя на полу дальше руку убирай убирай руку и длинную ногу неси длинная нога левая нога длинная прямая левая длинная прямая да руки сначала потом нога да вот сделай бочку с ногами около пола понимаете просто натяни пальцы но ноги прям прижми к полу вот правильно а теперь на первую коленку ты должна стать на правую а левая нога прямая аккуратненько подставляется вторая а ты сейчас на левую первую сделала правую быстрее сгибай на колено поняла правую нашла на колено ничего ничего давай ниже ноги ниже ниже ноги куда куда летит нога твоя левая около пола около пола ножки вот да значит смотри иди сюда твоя задача вот смотри по очереди вот ты пошла в мост первая нога вторая потом первая вторая по очереди а у тебя наоборот ты как бы одной ногой летишь только на ту же ногу приземляешься в этом твоя ошибка ты пересмотришь это видео и ты увидишь дальше когда ты делаешь бочку ноги не поднимай твоя задача пронести ноги прямо около пола но прямые натянуты а в остальном ты уже поняла вот когда ты крутишься на месте вокруг себя это лучше чем ты делаешь переворот назад но здесь тебе нужно просто натренировать чуть-чуть вот так в длину проходить запомнила да у тебя уже были попытки на похожую бочку только приземляйся на ту ногу первую с которой ты из мостика переходишь на колено вот на нее первую и ты наступать должна запомнила да ну все молодец спасибо до свидания пока 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 бочка это такой элемент что когда ты один раз научишься и всю жизнь ты будешь ее делать уметь а если ты ее не научишься то ты ее и не будешь уметь вот я ее научилась и я ее умею делать в любом возрасте по крайней мере когда я закончила гимнастику это было больше десяти лет назад и до сих пор я ее делать умею показывать умею мне даже сильная разминка не нужна для этого поэтому учитесь делать бочку и я просто вам хотела сказать что да 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 вот напишите у кого получилось вот вот получилось делали самое главное здесь не падать на колене а мышцами аккуратненько сдержанно приземляться хороший вопрос как попасть на марафон что такое тесты девочки тесты это так скажем ну например ты сидишь на шпагате со стула окей а попробуй сесть на шпагат со стола и чем выше нога тем лучше у тебя растяжка до марафона марафона ты будешь измерять с какой максимальной высоты ты сидишь на шпагате а после марафона ты будешь смотреть опять же свою максимальную высоту и насколько прирост растяжки улучшится это и есть тесты то есть один и тот же одно и то же упражнение ты делаешь до тренировок и то же самое упражнение ты делаешь после тренировок и смотришь лучше ты делаешь или хуже улучшилась амплитуда растянулась ли ты и тем самым ты уже сама видишь насколько хорошо ты прозанималась насколько классно относительно себя самой у тебя улучшились результаты и показатели после марафона после наших тренировок это круто поэтому обязательно мы будем их делать и я могу сказать что попасть на марафон может каждый для того чтобы улучшить свои показатели благодаря домашним тренировкам дополнительно и показать тренеру свой прогресс потому что когда ты тренируешься дома тебя никто не видит а когда ты приходишь в зал то ты уже можешь сразу же обратить на себя внимание потому что у тебя уже выше амплитуда выше ноги ты уже можешь выполнять более сложные элементы и выделяться среди других гимнасток и все это благодаря твоей самостоятельной работе осознанной самое главное все мы можем тренироваться когда тренер стоит требует делай делай и сразу же начинаешь делать потому что боишься потому что тренер смотрит как можно не делать а здесь когда ты сама берешь осознанно идешь тренировку делаешь еще удовольствие то конечно у тебя и результаты улучшаются и все потом говорят вау ты так же не умела а сейчас ты умеешь и конечно хвалят смотрят и спрашивают а как ты этому научилась и плюс еще сбрасывается лишний вес потому что когда мы растягиваемся то у нас растягиваются не только мышцы но и кожа но и кожа и подкожный жир который у вас есть к сожалению он у нас есть у всех и с помощью растяжки мы можем его растормошить чтобы он начал уходить и конечно вы получите классный результат это будет у вас более ровный шпагат и понимание того как же на него все таки сесть ровно какие дополнительные мышцы нужно растянуть для того чтобы он у вас стал ровнее будет уходящий в минус шпагат то есть если у тебя не доходит нога до шпагата то она перейдет границы этого ровного шпагата также вы сможете выполнять элементы на которые просто не хватает растяжки например кольцо я умею делать а вытянуть ногу я не могу не могу не потому что не хочу а потому что мне тянет мне больно дискомфортно я падаю и мне прям тяжело дышать а когда есть растяжка особенно для девочек кто не имеет хорошую растяжку вы даже не представляете насколько это кайфово когда ты просто вытягиваешь ногу дышишь спокойно стоишь спокойно и тебе не сложно тебе так же комфортно как согнутый так и с прямой ногой и это круто и вы сможете выполнять такие более сложные элементы при этом не ощущать такого сильного дискомфорта потому что вы почувствуете уже прирост ваших результатов и вы конечно станете более дисциплинированными более грациозными красивыми так как ваше тело будет выравниваться еще желательно это делать перед сном и ничего не кушать после тренировки а только пить воду и домашние тренировки станут более эффективными при и пишите пишите в директ у нас у нас есть комплекс упражнений растяжка подколенных связок дополнительно это для того чтобы сесть на шпагат стать ровно в элементы чтобы эта связка задняя поверхность бедра подколенная связка она очень важна для любого шпагата любого элемента также будет комплекс растяжка где я собрала самые эффективные многогранные такие комплексные упражнения которые будут сразу вам много чего растягивать и вы почувствуете что вы уже размяты после этих упражнений вы эти упражнения и в соревновательную разминку можете включать и в дотяжку самостоятельную после основной разминки и растяжки в общем такие самые классные упражнения которые по моему опыту и взгляду наиболее эффективные для каждой гимнастки также вы получите вебинар с ответами на вопросы и рекомендациями по растяжке вот и доступ к этому марафону будет месяц это очень круто и вы за месяц сможете проработать очень много будет также тренировочный план растяжки на месяц поэтому вы можете присоединиться уже сейчас и почувствовать как это все хорошо работает стоимость кстати вот тут спрашивают про стоимость она небольшая насколько мне известно базовый пакет 1090 рублей пакет чемпионка 1990 рублей но за 5 тренировок это не очень сильно дорого потому что индивидуальная тренировка сейчас я знаю стоит полторы тысячи и выше за час один а здесь целый месяц мы с вами будем работать так можно ли исправить кривую растяжку да конечно можно можно исправить надо делать все постепенно и вы будете испытывать какой-то дискомфорт при растяжке криво почему мы тянемся криво и садимся криво потому что криво сесть с амплитуды выше с планки выше гораздо легче мы идем чуть-чуть на поперечный шпагат где-то перекос но мы кольцаемся мы сидим у нас такой крутой шпагат мы такие крутые фотки можем делать на самом деле это не работает на элементах потому что с элементов вы падаете при кривой растяжке и кривой амплитуде и вам приходится становиться ровно а при ровном положении нога что уже не идет так высоко и плюс уже болят бедра уже болят колени поэтому лучше ровно но постепенно и по чуть-чуть да этот марафон будет платный да и в 12 лет можно исправить кривой шпагат и главное что его надо исправлять очень постепенно чтобы не травмироваться и даже если и даже если вы будете чувствовать болевые ощущения но при этом ровно тянуться это будет нормально главное не перегрузить а то знаете как бывает мы сильно хотим сильно прям сразу бух сели такие довольны а на следующий день встать не можем так тоже не нужно нужно все делать постепенно в меру аккуратно восстанавливаясь после этого дополнительными ваннами массажем растираниями об этом все я буду говорить на марафоне это цена за весь марафон месячный поэтому это не за один день это сделано для того чтобы каждая девочка могла поучаствовать я считаю очень хорошие условия чемпионка мне мама купила абонемент поздравляю это очень круто это очень поможет вам получить хороший результат классно так можно ли исправить кривое панше как только вы исправите кривую растяжку у вас панше станет гораздо легче ровнее и лучше и стабильнее поэтому всех приглашаю и буду рада видеть всех марафон это что-то такое особенное это какая-то жизнедельная кто был тот знает и я рада что мы это дело продолжаем так что уже скоро скоро а послезавтра у нас будет еще прямой эфир с разборами элементов так что не пропускайте будьте готовы активны как сегодня мне понравился сегодняшний день мы с вами очень круто поработали я сохраню эфир обязательно и буду вас рада видеть уже на следующем эфире но когда он будет смотрите внимательно в новостях в моих историях в моих постах люблю целую обнимаю и точно знаю что все вы станете чемпионками пока пока